На Ивановский железнодорожный вокзал прибыл необычный состав. Встретить ретро-поезд собрались сотни горожан. Как и сто лет назад, паровоз топит углем, а из трубы идет дым. Живая история заинтересовала не только взрослых, но и детей. Все здесь можно потрогать и даже залезть в кабину машиниста. Есть рабочее место помощником машиниста. Ничего не ведет. Машинист ведет поезд, а помощник ведет дубку, лопатку. До 15 тонн угля перебрасывает за смену. А смена? 12 часов. Сразу за паровозом следует вагон-музей. Чтобы попасть внутрь, нужно отстоять очередь. Места внутри не так много, а со всех сторон гостей окружают экспонаты, так или иначе связанные с историей РЖД. Представлен инвентарь, которым пользовались механики. Отдельный стенд посвящен участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. За стеклом лежат фронтовые открытки, архивные документы, награды и даже оружие солдат и офицеров. Практически каждый месяц выезжаем. Задача его какая? Экскурсионная работа на отдаленных станциях. Знаете, что Северная железная дорога ездит обычно, там заполярная территория есть. То есть малонаселенные такие места. Чтобы люди прикоснулись к истории дороги. Вот и сделан был этот вагон. Он уникальный, правильно? Уникальный. Таких вагонов в ООО РЖД два осталось. На Октябрьской и на Нашей Северной. Экскурсия на колесах понравилась ивановцам всех поколений. Для одних все в диковинку. Многие впервые увидели настоящий паровоз. Другие встретили предметы из своей молодости. Очень интересно, познавательно. И мы пришли ребенка показать старый поезд. Это вообще первый поезд, который он увидел в своей жизни. Очень понравился сам паровоз в вагоне. То есть все представлено с момента основания. Ну, как бы рассказывает об истории железной дороги Северной. Так что все очень понравилось. Для меня еще интересно то, что многие экспонаты, они мне памятны просто с детства. Поэтому мне было не только просто свеже увидеть то, что я раньше видел, но это я видел и раньше. В течение недельного тура по городам России ретро-поезд остановится в 16 населенных пунктах. Завершит путешествие на станции Елецкая, что за Полярным кругом. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.